Самая печальная история на страницах книги Деяния – это не преследование первых христиан, не мученическая смерть Стефана или Якова, не избиение служителей Божьих Павла и Силы и их заключение в темницу, нет. Самое трагическое событие – это история, записанная в пятой главе этой книги – грех Анании и его жены Сапфиры. Многие из моих слушателей хорошо знакомы с этим трагическим случаем и все же думают, что будет полезно, если мы прочтем о проищетчем. Повествование начинается в первом стихе пятой главы и заканчивается десятом стихом этой же главы. Я читаю. «Ты солгал не человеком, а Богу!» Услышав сие слова, Анании пал без дыханин. И великий страх объял всех, слышавших это. И вставшие юноши приготовили его к погребению и вынищи похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала, «Да, за столько». Но Петр сказал ей, «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила Дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвою и вынесли, похоронили подле мужа ее. И заканчивается эта история такими словами. «И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это». Нужно иметь в виду, что это событие связано со сказанным ранее, в конце предыдущей, то есть в четвертой главе. Там, в двух коротеньких стихах, представлен другой человек по имени Иосия, то есть Иосиф. О нем тоже сказано, что у него была своя земля, которую он продал, и вырученные деньги положил к ногам апостолов. Но этот человек знаком нам под другим именем. Апостолы переименовали его, и вместо того, чтобы называть его Иосифом, они называли его Варнавой, что значит «сын утешения». И назвали его так, потому что у него было замечательное качество – способность утешать. За основу имени Варнава взято слово «параклетос», то же слово, которым Христос называл Духа Святого «утешитель». «И я пошлю вам другого утешителя», – сказал Иисус своим ученикам, имея в виду Духа Святого. То же значение имеет имя Варнава. Это имя замечательно отражало сущность его характера. Позже мы поближе познакомимся с этим удивительным человеком. Хочу добавить, что это моя любимая личность на страницах книги «Деяния». Как много уроков мы можем извлечь, познакомившись с этим человеком, исполненным Духа Святого. Не мудрено, что апостолы так его и называли – Варнава, сын утешения. В 11 главе сказано, что он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И вот после первой же встречи с Варнавой, в конце 4 главы, мы видим положительные характеристики этого человека. Он был человеком добрым, исполненный Духом Святым и полон веры. Предполагает, что Варнава был зажиточным человеком. Мы знаем, что у него был участок земли. Об этом мы читаем в 4 главе. Варнава продал свой участок и всю вырученную сумму отдал в общую церковную кассу. Эти деньги были разделены между нуждающимся, как сказано в 35 стихе 4 главы. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. В Варнаве присуща щедрость. И мы замечаем это при первом же знакомстве с ним. Он думает не только о себе, но и о нуждающихся. Он был человеком добрым, не эгоистичным. А добрый человек думает не о себе, а о других. Это не значит, что он всегда был таким. Мы знаем, что нет делающего добра. Нет ни одного, как говорит Слово Божие. Превратить эгоиста в доброго человека может один Христос. Доброта Варнавы не была его собственной, а Христовой. Да, один только Господь Иисус Христос может сделать человека добрым. Но, скажете вы, почему и среди верующих, да, среди возрожденных людей, есть эгоисты и самолюбы, которые только и думают о себе и о собственных интересах. Причина подобных явлений очень проста. Они никогда не позволили Иисусу быть властелином их жизни. Вот почему в Варнаве сказано так же, что он был исполнен Духа Святого. Вот здесь секрет. Этим объясняется его доброта, его щедрость, его забота и заинтересованность в других людях. Он был человеком, исполненным Духа Святого. И это настолько отражалось в его жизни, что апостолы решили переименовать его. Вместо Иосии, а это имя значит усиливающий, увеличивающий, они называли его Варнавой, то есть сыном утешения. Но он также был человеком, исполненным верой. Человек добрый, бескорыстный, исполненный Духа Святого, обязательно будет и человеком веры. Варнава настолько был предан Богу, и в нем настолько проявлялась доброта и полнота Духа, что не мудрено, он был также исполнен верой. Но он не только был человеком веры, а был исполнен верой. А вера всегда должна проявиться в деле, в действии. И вот Варнава продает свою землю и отдает все деньги, полученные за нее, для восполнения нужд других. Какая это была щедрая душа, какое великодушие мы видим у этого человека, исполненного Духа Святого. И вот прямой противоположностью этому человеку являются муж и жена Анани и Сапфира, о которых автор книги «Деяния» Лука упоминает в пятой главе. Невольно возникает вопрос, что побудило этих людей, Ананию и Сапфиру, продать свою землю и тоже положить деньги к ногам апостолов. Вы заметили, как эти два эпизода тесно связаны? Сразу после того, как сказано о великодушном поступке Варнавы, мы читаем историю об Анании и Сапфире. Заметьте, как сказано в нашем русском переводе. Некоторые же муж именем Анании, женой и своей Сапфирою, продав имение, утаили из цены и так далее. Слово «же» указывает на то, что следует сравнение. Другими словами, Варнава поступил так и так, Анании же поступил по-другому. То, что эти два события записаны в двух разных главах, не должно отвлечь нас от цельности текста. Ведь Библию разделили на главы и стихи намного позже. Деление на главы и стихи не было в тексте оригинала, то есть в подлиннике. Из текста видно, что автор намерен был указать на контраст между поступком Варнавы и этих двух людей. И вот, когда мы читаем текст, становится ясно, что Анании, видя поступок Варнавы, хотел показать, что он сам не хуже. Притом, видя, какое внимание уделялось Варнаве за его добродетели, Анании позавидовал ему. И вот, чтобы обратить внимание на себя, он сговаривается со своей женой, и они принимают решение продать некоторые имения и положить деньги к ногам апостолов, как это сделал Варнава. В глазах церкви Анании хотел выглядеть не хуже Варнавы и выдавал себя за щедрого добродетеля. Имейте в виду, что никто не принуждал верующих продавать принадлежавшие им и разделять деньги между нуждающимся. На этот счет не было каких-либо законов или церковных постановлений. Каждый жертвовал абсолютно добровольно. А о том, что это было добровольно, мы узнаем из слов апостола Петра. После того, как Бог открыл ему, что Анане пошел на обман, утаив из цены, полученной за свое имение, Петр говорит ему, «Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось?» Вы понимаете, даже если бы, продав свое имение, Анане дал только часть, но не скрывал этого, не делал вид, что он все отдает, в этом не было бы ничего грешного. Но его грехом было то, что он солгал, он слицемерил. И за этот грех Анане и его жена были осуждены. А началось все это с зависти. Анане и Сапфира стали ревновать, и зависть погубила их. Слово Божие говорит, «Люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный». Ревность Анане и Сапфира дала место дьяволу в их сердце. Они позавидовали, и как Петр говорит, «Анане, для чего ты допустил сатане вложить?» В английском переводе сказано, «исполнить сердце твое, мысль солгать Духу Святому». Насколько имена этих людей не отражают их сущность, имя Анане означает Божья благодать, а Сапфира значит красивая. Насколько имена их не соответствовали тому, чем они были на самом деле. Помните, что Христос должен был сказать Сардийской церкви? Это записано в третьей главе книги Откровения. «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». И дальше Господь предупреждает, «Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Вы заметили, в чем заключается грех членов этой церкви? Хотя не всех. Были, которые не осквернили одежды своих, как говорит сам Господь. Грех этих людей заключался в лицемерии. Они притворялись и выдавали себя не за тех, кем они были. Они носили имя, будто живы, но в действительности они были мертвы. Их грех был грехом лицемерия. Христос предупреждает, что если они не покаются, то суд неизбежен. Если говорить о том, какой грех Бог больше всего ненавидит, то это лицемерие. Вы заметили, что с самыми суровыми словами Христос обращается к лицемерам, и самое большое наказание ожидает притворщиков. Какие резкие и обжигающие слова были сказаны Господом таким людям? Почему? Потому что лицемерие основано на лжи. «Ты солгал не человеком, а Богу», говорит Петр Ананьи. Ананьи хотел выдать себя не за того, кем он был. И почему? По той причине, что позавидовал и хотел, чтобы о нем и о его жене, Сапфире, думали, как о добрых, исполненных Духа Святого и веры людях. Да, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Не в опасности ли все мы? Не виновны ли мы в этом грехе? Смотрите, к чему он приводит человека. Верующий начинает завидовать другому. Почему у меня нет такого дара, как у него, например? Почему ее все хвалят, а на меня не обращают внимания? Где же справедливость? Все эти чувства исходят из нашего падшего человека. Ревность как раз противоположна любви. Любовь крепко, как смерть. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Так сказано в книге «Песни песней». А в Новом Завете Павел говорит, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Анания и Сапфира поступили не по любви. В их сердцах не было любви Божьей. Если бы они любили Господа, то не завидовали бы. Они поручили бы себя Ему и были бы довольны тем, что Господь дал им. Но они не знали Господа. Они подобны тому человеку из Христовой притчи, который закопал в землю свой талант. Не потому, что у него был только один талант, но потому, что он не знал Господина своего. Своими же словами он выдает себя. Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и убоялся, и пошел, и скрыл талант свой в землю. Нет, он его вовсе не знал. Господин его был справедлив, он был добр, он дал каждому по его силе, и он не требовал от получившего, например, два таланта, чтобы он возвратил десять. Нет, каждому по силе его. И заметьте, что тот, который получил пять, и тот, который получил два, оба получили одинаковую похвалу от хозяина, когда он вернулся и попросил дать отчет. Им было сказано, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». А тому, который закопал свой талант, ему господин сказал, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед, получил бы мое с прибылью». Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. Вы заметили, он потерял все. Этот человек из притчи был движим эгоизмом, неверием и самолюбием, подобно Анании и Сапфире. Они жили во мраке, хотя были окружены святом, и потому они поступили, как дети мрака. И в результате они потеряли все. То, что они думали обманом сохранить для себя, погибло вместе с ними. Они больше возлюбили мзду неправедную, чем жизнь с Богом, который всегда ведет к великому вознаграждению. Какой яркий пример эгоизма, лицемерия и лжи мы видим в Иуде. Иуда возлюбил 30 серебряников. Но вы заметили, он никогда не смог ими воспользоваться. Они потеряли свою покупательную силу. Ни Иуда, ни Анания и Сапфира не имели возможности воспользоваться тем, что они нечестно присвоили себе. Таков неумолимый закон нечестности. Но, может быть, у кого-нибудь возникает вопрос. Почему сегодня мы не видим подобных проявлений Божьего суда над этим грехом лицемерия? Конечно, мы не можем дать исчерпывающего ответа на этот вопрос. Сардийскую церковь Христос предупреждает, что если они не покаются, то Он найдет на них как тать, то есть как вор, и они не узнают, в который час найдет на них. Иуда вскоре удавился. Над Анани и Сапфирой моментально совершился суд Божий. Поэтому, если ты, мой дорогой друг, виновен и еще не покаялся, знай, что суд Божий может постигнуть тебя в любой момент. Если суд еще не настиг тебя, то немедленно, мой дорогой друг, покайся, пока еще есть время. Помните слова Христа о Изавелле, об этой страшной женщине, которая водила в заблуждение верующих в феативской церкви? Я дал ей время покаяться в любодеянии ее. И слушайте дальше, что Христос должен был добавить, какие печальные слова. Слушайте, но она не покаялась. Я дал ей время, но она не воспользовалась этим самым драгоценным даром, который дан человеку. Время. И Анани и Сапфире было дано время. Она не мог бы покаяться в тот момент, когда апостол Петр задал ему первый вопрос. Петр задал ему три вопроса. И после первого же он мог бы покаяться. Анани, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? В этот момент он мог бы воскликнуть. Согрешил я, Господь, будь милостив ко мне грешному. И Господь бы жалился над ним и вне всякого сомнения простил бы ему грех его. Но нет, Анани отклонил предоставившуюся возможность покаяться. Он думал, что все же сможет обмануть и людей, и Бога. То же самое можно сказать и о его жене, Сапфире. И ей дана была возможность исповедовать свой грех и покаяться, но она отказалась от этой возможности. Судьба ее души висела на волоске. Но тем не менее она имела тот благословенный момент. Я дал ей время покаяться, но, увы, она отказалась. Послушайте, что говорит Петр Сапфире. Скажи мне, за столько ли продала землю? Зачем этот вопрос? Петр дает ей возможность покаяться, признать свой грех. Этот вопрос как бы призывает ее к исповеданию, к покаянию. И затем следует три роковых слова, три слова, которые раскрыли перед ней дверь в ад. Да, за столько. Эти три слова в ответе Сапфиры решили ее вечную судьбу. осудив на вечное мучение, которому не будет конца. Ни она, ни Сапфира не ожидали, что за обман, за ложь и лицемерие они так скоро постижно окажутся в вечности. И при том в вечности не с Богом, а в вечности с дьяволом и с его ангелами. О, какой это серьезный вопрос, мои дорогие друзья. Где будешь вечность проводить? Как неразумно откладывать спасение нашей бессмертной души человеку, думавшему, что впереди еще много лет жизни здесь на земле, сказавшему душе своей, душа много добра лежит у тебя на многие годы покойся, ешь, пей и веселись. Ему Бог говорит, безумный всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Этот человек из Христовой притчи думал только о временной жизни. Он не позаботился, даже не подумал о вечности. Его Бог называет безумным. Действительно, какое безумие, дорогие мои, не приготовиться к вечности? Какая польза, мой друг, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь? Или какой выкуп дашь ты за душу свою? Как ты ответишь на эти вопросы? Даже если твой грех такой же гнусный, пагубный, как грех Анании Сапфиры, но если ты сейчас покаешься, исповедуешь свой грех, притворство и лицемерие и призовешь имя Господне, то он тебя спасет. Это о тебе Господь говорит сегодня, я дал ей, я дал ему время покаяться. Неужели он должен сказать, а он или она не покаялись? О, что дали бы Анани и Сапфира, если бы повторился тот момент, когда им предоставлена была возможность покаяться. Но увы, теперь поздно. Мой друг, подумай, если ты упустишь эту возможность и переступишь порог вечности, то попадешь в огонь и в мучение вечное? Чего бы ты только не дал, чтобы еще раз услышать призыв, который ты теперь слышишь? Проверь себя, дорогая душа, спасена ли ты? Действительно ли тобой пережито возрождение, рождение свыше? Или ты просто носишь имя, как будто жив, но ты мертв? Ты не знаешь Господа? Ты никогда не слышал его чудных слов? Прощаются тебе грехи твои. Почему бы сейчас не разрешить этот вопрос? Самый важный вопрос, важнейший из всех вопросов, где будешь вечно спроводить? Сегодня, пока длится день благоприятный, и ты слышишь призыв Иисуса, не огорчай Духа Святого, не пренебрегай Его увещеванием. Слово Божие говорит, ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близок, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Редактор субтитров Корректор А.Егорова